И сегодня глава государства встретился с послом Ирана по случаю завершения его дипломатической миссии. Как отметил Александр Лукашенко, уровень сотрудничества между двумя странами следует повышать и значительно. Объем двусторонней торговли пока невелик. С начала года это 38 миллионов долларов. Основная причина этого усиления в последние годы режима односторонних финансово-экономических санкций в отношении Ирана. Однако это не помешало реализовать совместно ряд инвестиционных проектов. Например, один из самых больших в Беларуси логистических комплексов был построен с привлечением иранских инвестиций. Открылся три года назад. Кроме того, весной стало известно, что производитель автомобилей Самант планирует вернуться в нашу страну. На Белорусско-Иранской экономической комиссии в Тегеране в мае был подписан соответствующий меморандум. В этом году страны подписали и дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Президент Александр Лукашенко считает 2017-й определяющим в отношениях двух стран. Откровенно скажу, вы прекрасно знаете, и в нашей стране хорошо знают, какое значение мы придаем сотрудничеству с Ираном. Еще более откровенно скажу, что предстоящий 2017-й год станет определяющим в наших отношениях. Мы вроде бы декларируем везде, что мы стратегические партнеры, что у нас нет никаких противоречий, что мы готовы сотрудничеству по любым направлениям, а запрещенных тем нет. Но уровень нашего сотрудничества не просто желает быть лучшим. А если соотносить этот уровень сотрудничества реальный с нашими возможностями, Ирана и Беларуси, он никакой. Впереди огромная работа предстоит. Беларусь с Ираном, если они реализуют хотя бы наполовину возможности двух стран, это будет самый эффективный проект сотрудничества двух стран. Потому что все, что у нас есть, что мы производим, вы в этом нуждаетесь. Абсолютно во всем. Что есть у вас, мы очень нуждаемся в этих товарах. Давайте вместе работать, давайте будем создавать совместное предприятие здесь, в Иране. Давайте, наконец, покажем, что мы можем сотрудничать. Я и все в руководстве Ирана абсолютно солидарны с вами. Мы действительно не использовали в полной мере потенциал двусторонних отношений. Все, что производится в Беларуси, востребовано в Иране и наоборот. Нам нужно приложить усилия для развития взаимоотношений. Но, господин президент, вы прекрасно понимаете, что по объективным причинам были определенные барьеры. Дипломатическим отношениям Минска и Тегерана более 20 лет. Александр Лукашенко дважды посещал Иран. Состоялись и два ответных визита лидера Исламской республики. В прошлом году в Уфе на полях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча Александра Лукашенко с Хасаном Рухани. Сегодня глава государства выразил готовность лично встретиться с президентом Ирана и обсудить развитие двусторонних отношений.